Всем привет! Очередной выпуск новостей из Дома-2! Не успел Иван Барзиков похвастаться своим отдыхом с приятелями в Сочи, как Кристина Бухенбалта уже признается в соцсетях, что скучает без него и ждет на поляне возвращения своего кавалера, что не мешает ей принять приглашение, а Дейва сходить в ресторан. Значит, телефоны отбирают не у всех участников телепроекта Дом-2, а только у некоторых, иначе как бы мог Ваня так быстро откликнуться на пост Кристины, признаваясь, что тоже скучает. Хотя буквально накануне вышел эфир, в котором Барзиков очень неохотно помирился с Бухенбалта, жалуясь, что девушка ему постоянно капает на мозги и своими претензиями убивает всякое желание с нею дальше строить отношения. Разлука даже на несколько дней стала проверкой для взаимных чувств Кристины и Ивана, или они таким образом готовятся к возвращению Вани на поляну. Не только Настя Бигрина позволила себе обнаженный марш перед камерами, в эфирах и тоже без трусов засветился ее коллега по цеху Алексей Адеев. Правда, в отличие от юной Насти, похвастаться Леши оказалось нечем. В сети обсуждают обнаженную пятую точку одного из самых возрастных жителей поляны. Так, решивший переодеться прямо под камерами, Леша то ли забылся, то ли специально приковал к себе внимание зрителей. При этом парня нисколько не смутило, что в этот момент в мужской спальне он был не один. К слову, похвастаться участнику проекта оказалось особо нечем. Ранее одна из пассий Алексея уже намекала на очень скромный размер его мужского достоинства, а вот теперь выяснилось, что тело Леши уже сейчас выглядит как у старика. По крайней мере, его зад прилично обвис. Стало известно, с какой известной певицей отдыхает бывший жених Ольги Бузовой. На прошлой неделе ведущий Дома-2 Давид Манукян сообщил, что у него сейчас новые отношения. Бывший парень Бузовой подчеркнул, что очень счастлив с избранницей и даже готов на ней жениться, однако имя возлюбленный называть не стал. На майские праздники блогер улетел отдыхать к морю. Один из поклонников Давы на отдыхе попросил его сфотографироваться. Он не отказал, да его спутница охотно позировала рядом с юным фанатом. Той самой спутницей оказалась известная украинская певица Мари Крэмбрери. Слухи о романе Давы и Мари ходили уже давно, однако звезды никак эту информацию не подтверждали. Теперь, видимо, пришло время. Не только Тигран Салибеков пытается устроить личную жизнь после развода с Юлией. Судя по свежему видео, во все тяжкие пустилась и сама Юля. Оставив троих детей на попечении, няня Салибекова находит время на регулярные выезды. Так, к примеру, накануне молодая мамочка по полной программе оторвалась в ночном клубе. К слову, теперь многие думают, что сомневаясь в добропорядочности невестки, свекровь Юлия была не так уж не права. На кадрах Салибекова призывно курит кальян, явно в надежде быть замеченной мужчинами за соседними столиками. Причем теперь кажется, что именно к такой жизни девушка и стремилась, а все якобы грехи бывшего мужа не более чем предлог для развода. Подписчики также заподозрили, что все это время Юля просто притворялась хорошей матерью и женой, а вот теперь показала всю свою сущность. Кроме того, Салибекову осудили за публичное полоскание грязного белья. Многим показалось даже странным, что девушка молчала долгие годы, а теперь никак не может успокоиться, озвучивая все новые и новые подробности. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Интересная новость с сайта шло, куда-то пропал сарказм Влада Кадони при анализе скоропалительной любви Юлии Салибековой к многодетному отцу Тиграну Салибекову в эфирах. Сочувствием к нелегкой истории Белой на телепроекте Дом-2 рассуждал Влад Кадони о том, что она явно испытывает к Тиграну отнюдь недружеские чувства даже после организованных проектом свиданий. Найдет ли поддержку ведущих Влада Кадони, в том числе намерение находящегося в изоляторе Тиграна, привести на поляну своих троих сыновей? Или встал Кадони на сторону Юлии не случайно, прекрасно помня сестер Колесниченко еще с тех времен, когда сам был участником этого реалити-шоу? Ведь против романа «Тиграна и Белой» выступает не только Юлия Салибекова и Влад Дубровский, но и многие члены коллектива домовцев, поддерживающие вовсе не Белую, а многодетную мать Салибекову. Как считаете, сочувствует Влад Кадони Белой в этой истории ее внезапно вспыхнувших чувств к многодетному отцу Тиграну? Или приберег свою иронию для последующих ситуаций и разборок? Не случайно после появления на поляне многодетного Тиграна Салибекова решили уравновесить ситуацию создателей этого реалити-шоу. Не потому ли появилась на телестройке мать троих детей Ульяна Кутузова, которая понравилась Илье Рыбакову? В дневном эфире Иван Барзиков осудил мать троих детей, пришедшую за любовью на Дом-2. По мнению Вани, женщины, оставляющие дома на попечении других людей и своих детей, на проекте не нужны. Выходит, Тигран Салибеков после развода, примчавшийся на поляну, может найти новую любовь, а женщине с тем же количеством детей это запрещено. Почему Ваня Барзиков не осуждает того же Илью Рыбакова, который безуспешно в который раз пытается найти себе партнершу на реалити-шоу Дом-2? Как считаете, получится у Ульяны Кутузовой найти себе третьего мужа за счет телепроекта или уйдет домой воспитывать детей? Напрасно похвасталась секс-участница Алена Савкина своим успешным походом на федеральный канал, выяснилось, что в итоге ей заблокировали страницу кормилицу в сети Инстаграм. Только и успела в микроблоге Рапунцель-младшая рассказать о своем намерении поехать с детьми в гости к семье мужа Ильи Семина, да отработать часть своих рекламных контрактов, как придется опять преданных подписчиц собирать по всей блогосфере. Или от заявления Алены Савкиной о продолжении своей телевизионной карьеры в очередной раз активизировались хейтеры этой бывшей участницы, которые и поспособствовали блокировке ее аккаунта. А где же она о своих тату теперь будет рассказывать и их показывать? Прошло всего два дня, как Тигран Салибеков сидит в карцере. Из-за нападения на Дубровского за это время произошло много событий, изменивших судьбу тигра, прирученного Юлией Белой. Стало известно, что Юлия Белая бросила Салибекова и отправилась на свидание с Дубровским. Юля поступила так со своим мужчиной по двум причинам. Она приревновала Тиграна и начала ему мстить. Дело в том, что пока Белая разгуливала по поляне в полной уверенности, что Тигран будет делать ей свидание и дарить подарки, она узнала, что он не любит постановочные романтики, никогда не покупает мягкие игрушки, на подарки тоже не особо щедр. Он и ухаживать красиво не умеет, больше любит, когда ухаживают за ним, что, собственно, и произошло. Тиграну начала носить завтраки и кофе девушка, которая состоит в отношениях. Пока неизвестно, кому он еще нравится, скоро узнаем, не Опенченко ли засматривается на Салибекова. Как раз она в ссоре с Балыкиным. Белая, увидев соперницу рядом с Салибековым, разозлилась, начала перевозить вещи из комнаты в общую женскую спальню и согласилась на предложение Влада Дубровского поужинать с ним в роскошной обстановке. А Салибеков пусть четки крутит в изоляторе, не правда ли? Самое забавное, что все ребята на поляне утверждают, что волшебство у Юлии Тиграна было, а она говорит, что не было. Так вот как, Дубровскому повезло, ему почти что и не изменили. Бывшая участница Тата Блюменкранц после развода с отцом своей дочери Бетти, Валерии Блюменкранцем, наконец-то обрела женское счастье. Тата встретила мужчину, рядом с которым чувствует себя по-настоящему защищенной и счастливой. В микроблоге Тата уже не раз делилась совместными снимками с бойфрендом, но только недавно она стала отмечать аккаунт возлюбленного. Если верить ему, избранника Таты зовут Игорь, он предприниматель. Молодой человек занимается созданием инновационных проектов в косметологии. Судя по всему, Тата уже успела познакомить избранника со своей мамой Мариной Тристановной Абрамсон. Телебабушка оставляет комментарии под совместными снимками Таты с ее избранником от выбора дочери Марина Тристановна в восторге, а вот бывший зять Валера Марине Тристановне никогда не нравился. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok